Зачем нужен одновременный оргазм? Я хочу вам сегодня рассказать одну удивительную историю. А был такой автор Дэвид Герберт Лоуренс, и написал он книжку «Любовник леди Чаттерли», которая стала безумно популярна. Написана она была в 1928 году, и ее сразу же запретили. Ну, именно поэтому она и стала так популярна. Ее читали подпольно женщины и мотали себе на ус. А что, собственно говоря, было в этой книжке? Вот один маленький эпизод я вам зачитаю. В ту ночь этот странный мужчина с худеньким телом подростка ласкал кони как никогда страстно. И все же оргазма одновременно с ним она не достигла. Тела их разъялись. Миг отстранился и обиженный, и даже насмешливо сказал. Ты что же, не умеешь кончить одновременно с мужчиной? Придется научиться. Придется подчиниться. Я тебя не понимаю, пробормотала она. Прекрасно ты все понимаешь. Мучаешь меня часами после того, как я уже кончил. Терплюсь, стиснув зубы, пока ты своими стараниями удовольствие получаешь. И с этого времени, друзья мои, что началось? Началось в голове у женщины погоня за одновременным оргазмом. Мало того, что просто оргазм женщин не так просто получить. Слишком много внутри запретов в этой области, и сложно расслабиться. Ну и много-много еще других нюансов. Так мало того, надо получить одновременный оргазм с мужчиной. И на самом деле, представляете, как это было давно, и до сих пор это живет в умах людей, что самый лучший оргазм, и это, конечно же, одновременный оргазм. Что это вот такое соитие, глубокое чувство у него друг друга и так далее. И женщины, у которых не получается испытать оргазм во время секса с мужчиной, а уж особенно одновременно с ним, чувствуют себя очень неполноценной. То есть якобы я недостаточно сексуальна и недостаточно хороша в постели. А все оттуда. Так вот, друзья мои, я хочу сегодня сделать вам подарок. Отменить всю эту ерунду. Никакой одновременный оргазм не является самым лучшим и самым классным. Самый лучший оргазм – это тот, который принес вам удовольствие. Дело в том, что у всех абсолютно разный ритм дохождения до пика. И каждая женщина и каждый мужчина знает некоторый прием, который им помогает как-то быстрее достичь оргазма, усилить его и так далее. У людей разные ритмы, разные вот эти штучечки. И сделать так, чтобы это все случилось одновременно, это значит, все время свою голову нацеливать не на то, чтобы уйти в свою удовольствие, сказать, дайте я просто балдею в своем ритве, в своем режиме. А направить голову на то, чтобы следить за партнером, чтобы как-то под него подстроиться, не забыть, значит, про себя, чтобы вот не раньше и не позже, чтобы во время. То есть это вызывает дополнительное напряжение, как раз которое мешает получить удовольствие. Даже когда вы все сделали правильно и у вас получилось, очень многие признавались, что это не самый сильный оргазм в их жизни. Ну а для чего тогда? Для чего это все нужно? Это все такие рекорды, которые кто-то когда-то установил, кто-то записал, и люди им следуют. Запомните, ваше удовольствие самое лучшее, ваш оргазм самый замечательный. Если так получилось, что так сложилось, вот звезды так сложились, что вы вдруг одновременно пришли к пику, прекрасно, замечательно, можно радоваться. Если сначала кончает женщина, потом мужчина или наоборот, это тоже прекрасно. Потому что самое главное, это ваше удовольствие в сексе и ваш, ну такой приятный душевный контакт с партнером. Подписывайтесь на мой канал, я говорю о сексе с удовольствием.